Девушки отдыхают Мне кажется, не там ты ищешь свое призвание О, откуда такие выводы? Потому что вместо того, чтобы расхваливать свои товары, ты все время болтаешь о Гвинте Да, так и есть Может, сыграем? Так что, партиечку? Да, да, да Меня уговаривать не надо Это избавление от Доплера Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Им просто покажется, что рыба была с душком. Это тебе будет дорого стоить, дружок. Продолжение следует... Отлично. Возьми. Жди сигнала и никому не гугу. Уразумел? Продолжение следует... Продолжение следует... А вы, барышня, может быть, свободны? Потому как я с недавних пор... Да? Да неужто? Быть не может. Кто же это мог упустить такую выгодную партию? Наконец все в сборе. Пора начинать. Этот налет... Этот налет... Оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что... У нас есть... Меральд и его мечи... Потом вниз, в сокровищницу. Если он зазвонит... У нас будут неприятности... Как сделать, чтобы он не звонил? Хм... Не дергать за шнур. Все как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А хранилище? Как оно охраняется? Что бы там ни было, смесь селитры, пороха и фульмината серебра сделает свое дело. Что-нибудь еще? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, к которому мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора два конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой... где-то за городом. И я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Так если все-таки... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я бы дался. Еще вопросы? Все выглядит прекрасно, но... Что если что-то пойдет не по плану? В этом случае... Каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Добро. Беремся за работу. Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь. И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А что с масками? Рожа-то у меня приметная. Оставь это мне. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом. Убил. Собственными руками. Если ты боишься, что кто-нибудь выдаст, тогда пойдем все вместе. Немедленно. Возражение? Кому-нибудь нужно еще время? Тогда пойдем. Можем начинать. Отлично. Всего один патруль. Твоя микстура должно быть сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. Три, два, один. Все чисто. Давай. Гребаные птицы. Вечно все заскрут. Что? Я вам покажу. Патруль идет сюда. Все наверх. Быстро. Ох, ех. Лучше бы уж было взорваться. Лучше бы уж было взорваться. Внутри же никого не должно быть. Видно, мой информатор ошибся. Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала. Ты знала, на что идешь. Сейчас не время для обсуждений. Верно. Отступать нам уже некуда. Так что надо переть вперед, как бы там ни было. Золотые слова. Если здесь один стражник, впереди могут быть еще. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. Ладно. Надевайте маски и идем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok не сейчас надо попасть в сокровищницу ясно и потому мы поднимем начальную цель что стража стража но все сука хана ты говорил что я знаю что говорил вперед пока они не подняли тревогу мать твою за ногу а а а а а вот Остановите его, не дайте ему уйти Закрылся изнутри, дьявол Черт Сдавайтесь, у вас нет шансов Посмотрим Но у нас есть заложники Пощадите Считаю до трех и входим Раз, два Еще один шаг И здесь начнут гибнуть люди Спокойно, давайте договоримся Озвучьте нам ваши требования Выторгуй нам немного времени, Геральт У нас одно требование Уведи отсюда своих людей Не могу на это пойти Можешь, только не хочешь Зато я могу кого-нибудь убить Сделайте, как они просят, умоляю Успокойтесь, не надо никого трогать Понятно? Нет, ничего проще Отзови своих ребят И все будут жить долго и счастливо Повторяю Это невозможно Но мы можем с вами как-нибудь договориться В таком случае дайте нам повозку и лошадей Среди ночи? Где я сейчас это найду? Думаешь, гроб будет найти проще? Он не шутит Он не шутит Ты прав Проще будет повозку Какая нужна? Это должна быть карета с коронацией Родовида И два белоснежных коня Ты тут шутки шутить вздумал? А ты? Нет, вы оба правы Это не шутки Я хочу, чтобы мы договорились Чтобы никто не пострадал Но не требуя от меня невозможного Ты второй раз мне отказываешь Скверный стиль переговоров Видно, переговоры это не моя сильная сторона И не твоя В атаку! Эх, тут ты перегнул Ну что ж, как угодно Черт, если бы не этот взрыв Обошлось бы без боя Если бы не этот взрыв Мы не вошли бы в сокровищницу А где Ильина? Сбежала Тем лучше Меньше желающих делить добычу Пойдем, пока не подошло подкрепление Пойдем, пока не подкрепление А красиво бабахнуло Громковато, правда Надо было добавить больше гремучего серебра Хотя... Меня это не интересует Никого это не интересует Идем Геральт, ты впереди Почему я? Потому что я за этим тебя взял Топай, времени мало Два Музыка Те же картины были на аукционе. Да ты знаешь, с кем тягаешься. Еще бы. Знаю, даже слишком хорошо. Э... Эвальд? Привет, братишка. Сколько лет... Чтоб меня понос прохватил! Безволь объяснить нам, Эвальд Барсоди, какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть. За предательство. Годы нищеты. Унижений. Это мне отец завещал аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства. Лишил всего. Потому что все, что мы заработали, ты стал спускать на карты и девок. Отец этого не видел, а я еще как. Это тебя не оправдывает, Хорст. И жизни тебе не спасет. Вы двое, вступитесь за меня. А я помогу среданцами. Дам все, чего пожелаете. Отчаянная попытка подкупа. Раз, два и три. Что ж, желающих нет? Итак, возьмем все, что захотим. После того, как вырвем тебе ноги из жопы. Золотые слова. Взять их. Свидания! Пробок! Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодной. Но и горячий тоже неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси все, что хочешь. Правда? Неужели все? Все! Перепиши на меня все, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь. Пятнадцать лет. В каналах. Как зверь. И ты еще смеешь просить? Вот тебе. Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но боюсь, что ты его не получишь. Видишь ли, там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит все. А Геральт из Риви, которого ты обманул. Что ж, ему придется взять себе что-нибудь еще. Мужики. 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 Успокойтесь. Не вынуждай меня. Вдруг я захочу взять твою голову. Ты ранен. Утомлен. Похоже, у меня неплохие шансы. Я бы справился с тобой. Но, быть может, мне не придется. Может, мы еще договоримся. Не вижу компромисса. Нам обоим нужен чертов дом. Не совсем. Тебе нужно содержимое, а мне шкатулка. Они там, внизу. Будь по-твоему. Пожмем друг другу руки. Ух! Прямо камень с души свалился. Дай мне эту долбаную шкатулку и идем отсюда. Как скажешь. Туда. Нужно. Да. И тут есть你 Self. Как. Продолжение следует... 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 миру инкогнито, чтобы учиться чужим обычаям. Он втёрился в девушку, которая уже была дорога мне, но тогда я не мог равняться заморским аристократам. А потому её родители обещали её руку оферцу, хотя любила она меня. Знал бы ты, как он перед ней выплясал. Она спросила, отчего он путешествует в одежде простого купца, а он говорит, мол, я как лягушка из сказки. Достаточно одного поцелую и обращусь к царевича. Хотел быть лягушкой, ну и встал лягушкой. А ты когда-нибудь играл в гвинт? Бессмертный просит тебя выполнить три желания, а ты спрашиваешь, играет ли он в гвинт? Боишься проиграть? Без проблем, сыграю с кем-нибудь ещё. Никогда не видел худшей попытки спрятаться в кусты. Раскладывай свои карты. Т ли? Без проблем, да. Просто. Т ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я тоже. Я выполнил для тебя работу, Ольгер, до самой последней буквы. А ты еще недоволен. Надо было яснее выражаться. Да, надо было. Я догадываюсь, что ты пошел на сделку с Хорстом. Жаль, поразительный ублюдок. Нет, я пошел на сделку с его братом, который потом забил Хорста с золотым канделябром. Ха, и на том спасибо. Так ты знал, что у Хорста был брат? Ну, в общем, да. Эвальд был известен в определенных кругах. Это в каких? А в таких, где благородному ведьмаку не место. Он убивал за деньги, не моргнув глазом, без единого вопроса. Зато всегда с фантазией. Если бы не эта чертова фамилия, я бы взял его к себе в компанию. Зачем тебе вообще эти бумаги? Чтобы утопить Барсоди. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья хотя бы раз в году на билетейн не пожмут друг другу руки, аукционный дом должен пойти с молотка, а все вырученные деньги переданы госпиталью Вельмерия. Старичок предчувствовал, чем дело кончится. Я собирался переслать эти бумаги кому надо, и Барсоди очутились бы на улице. А у госпиталя было бы достаточно денег, чтобы лечить сироток и нищих бесплатно. Потрясающее благородство. Так заботятся о нуждающихся. Да шли бы они в жопу, эти нуждающиеся. Пусть провалятся со всем этим городом. Тут дело было в другом. Вместе. Чем тебя тогда стали, эти Барсоди? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. Тебе это правда интересно? Стал бы я спрашивать. Как всегда. Дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, неурожай, проигранный суд. Но знаешь, как оно бывает. Пришла беда, отворяй ворота. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсоди скупил все наши векселя. И потребовал немедленной выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку. Но все бестолку. Все как об стенку горох. Потом я был на аукционе. Смотрел, как какие-то надушенные пезды забирают саблю моего отца. Портрет покойной матери. Сбрую коня моего брата. О, Хорст славно нажился на наших реликвиях. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это еще только начало. Когда родители моей Ирису узнали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха ей нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума от злости. Пошел в корчму. Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парня. И что было дальше? А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Что-нибудь еще? Думаю, нет. Поеду развлекать твоего брата. Ни дна тебе, ни покрышки. Че-то лопает. Должны быть драки. А я всего одну выпил. Спасибо.